Почему в православной церкви крестят детей? Потому что протестанты ставят первым условием крещения понимание человеком того, что происходит. И, конечно, часто и люди верующие, они этим вопросом тоже задаются. Почему мы крестим детей, которые пока ещё не понимают? – Хорошо. Ну, первое я скажу вам – вы употребили общее понятие протестанты. Например, я сам присутствовал, когда лютеране крестили детей. Это баптисты не крестят, а лютеране крестят. Потому что протестанты очень разные, у них направлений множество. Если же говорить по существу, то здесь две практики. Одна практика, когда крестили только взрослых, или почти, ну, практически почти всегда крестили взрослых. Эта практика продолжалась долго, несколько веков. Ещё в IV столетии, например, мы знаем, вот праздник три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Затаузд. Они все крестились под 30 лет. Константин Великий и многие другие. Потому что считали, что действительно Христос сказал – кто веру имеет и крестится, спасен будет. Поступали так. Но постепенно мы видим следующую практику. Сначала в западной половине, то есть в Италии, и западных церквах в Испании, там, Германии. Так, уже в V веке вошло крещение детей. Почему? Ну, крестятся взрослые, крестятся и детей. И так постепенно вошло. На Востоке, то есть это Греция, вот это Византия империя, Византийская империя, здесь крещение детей вошло только к IX веку. То есть 800 лет была практика крещения взрослых, потом взрослых и детей, и, наконец, вошла практика к IX веку крещения детей. Вот так, видите, это постепенный процесс. И стало две практики. Две практики. Но, если говорить по существу, то, конечно, крещение – это же таинство, и его нужно принять сознательно. Надо показать веру, а не как же не будет крестить. Но уже наша, например, практика настолько, она стала всеобщей, что уже трудно уже говорить о том, чтобы перейти к практике только взрослых. Но стараются, по крайней мере, хотя бы просвещать крёстных, хотя бы родителей, чтобы они, поскольку берут на себя ответственность, они же берут ответственность на себя. Какую? Отрекаются от сатаны и всех дел его. И обещают Богу добрую совесть. Кто они? Вот он младенец, ничего не понимает. И я за него говорю. Отрекаюсь. А он через 15 лет скажет, а чего меня спросили? Да пошли вы! То есть, я беру на себя. Слышите, какую ответственность? Крёстные или родители огромную ответственность берут на себя, когда я за него вдруг говорю. Поэтому действительно надо относиться бы к этому очень серьёзно. Есть действительно те родители, которые именно, говорят, постарают, приложат все силы, чтобы воспитать человека в христианской вере? Ну, пожалуйста! Если же у вас нет этого, то будьте осторожны, потому что святые отцы пишут по этому поводу страшные вещи. Преподобный Семён Новый Богослов пишет прямо. Те, которые крестились, те дети, которые крещены, но затем в своей жизни не жили по обетам крещения, понесут неизмеримо большее наказание, чем некрещённые дети. Прямо чёрным по белому. И не только он. Наш Игнатий Вринчанинов пишет, святитель, какая польза от крещения детей он даже так, слышите, я его прямо цитирую, какая польза от крещения детей, если они ничего не осознают, что с ними делают, и когда вырастают, продолжают жить, как язычники. Он выражается более мягко. Какая польза! А Семён Новый Богослов прямо говорит о том, что последуют гораздо большие страдания, чем некрестившиеся. Вот видите, какое дело! Ну, попробуйте вы сейчас сказать кому-нибудь это. Ну, что вы! Главное – крестить. Верующий, не верующий – неважно. Какого бы крёстного, кто бы согласился, а он ещё и крестится, наоборот, не умеет. Гляд бы записать. То есть превратили во что? В обычай, в обряд. Поэтому ещё блеск Паскаль, которого все, надеюсь, знают, с которым все, надеюсь, чьи гоняли, да, да, он хотя католик был, но написал, например, следующее. Если раньше, в первые века христианства, чтобы вступить в церковь, надо было доказать своей жизнью, что ты действительно стремишься к святости, нужно было знать, во что ты веришь, и только тогда, после многих трудов, тебя принимали в церковь и крестили, то теперь, говорит он, ничего не стоит, даже и не заметишь, когда ты вошёл в церковь. Пришёл – раз – и всё. Ни труда, ни напряжения, ни знаний, а ничего. То есть превратили во что? В пустой обряд. Вот поэтому вот это слово Семённого Богослова и приобретает особенно, я бы сказал, характер серьёзный. Таковые, приняв крещение в детском возрасте, пострадают неизмеримо больше, нежели некрещённые. Видите как? Но уже практика две. Вот так. Практики две. Поэтому нельзя осуждать ни тех, которые крестят детей, может, они крестят действительно с обещанием, нельзя ни в коем случае осуждать и тех, которые считают, нет, мы воспитаем их, воспитаем их, и пусть они сами примут христианство, примут христианство, поверят и захотят креститься. Вот, мне кажется, разумный подход. Две практики, каждый как желает. А то ведь вы что такое? Если вы скажете, что вот я не буду крестить ребёнка, я хочу воспитать его, и чтобы он сам принял эту веру, на вас тут же обрушится и ереси, чего только нет. То есть, обвинят в ереси и Василия Великого, и Григория Богослова, и всех прочих святых, если хотите, и Константина Великого. Послышите, что? Ну, у нас же есть такие оголтелые фанатики, которым всё тут же, если кто-то мысль не так, как они, то это уже всё ересь и смерть. Вот так. Видите, святые отцы, как говорят? И, наверное, мы можем послушать их. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok